Эхей! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, ребята, я наконец-таки вернулся. Я решил все проблемы с Майнкрафтом. И вот, собственно, мы продолжаем играть в нашу сборку в Креативе. Ну что ж, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скачать сборочку вы сможете, как всегда, по ссылочке в описании к видео. Но перед тем обязательно ставьте лайки. Ну что ж, ребята, сегодня будет не очень большая серия, потому что очень долго мне пришлось морочиться с компьютером и с аккаунтами, чтобы зайти и, наконец-таки, поиграть. Сегодня я сделаю экскурсию по нашей электростанции, ребята, а также сделаем пару декоративных элементов. Ну что ж, давайте начинать. Итак, ребята, здесь находится очень большая железная дорога. Я решил делать все-таки вот такую железную дорогу, потому что, мне кажется, она смотрится очень классно. Давайте в самом начале, ребята, сделаем охранника. Потому что у нас при входе на огромную территорию, да, должна быть охрана. Вот здесь как раз-таки пропускной пункт, и вот здесь мы сделаем охранника. Сделал я, ребята, вот такую комнату. Здесь, смотрите, здесь есть железные двери, да, потому что они смотрятся более красиво. Также находится металлодетектор. То есть, если вы что-то проносите или что-то выносите, да, охранник такой, так, чувак, не вздумай там что-то проносить или красть. Вот так вот, ребята. Снаружи выглядит вот таким вот образом. Здесь, соответственно, есть вот такой вот шлагбаум. К сожалению, он, ребята, короткий, но два шлагбаума ставить я посчитал бессмысленным. Если есть какие-то идеи и задумки на эту тему, то пишите. А еще насчет, ребята, полос и самой дороги. Мне тут подписчик ВК накидал инфы, то, что есть один прекрасный мод, который добавляет дорогу именно на эту версию. А версия, ребята, 1.12.2. Если кто постоянно спрашивает, то вот версия. В общем, можно будет добавить сюда еще нормальные дороги. Хотя мне, в принципе, и так все нравится. Из больших машин мы берем асфальт и белый бетон используем уже как полосы. В принципе, пока что нормально. И везде вот такая вот сетчатая, решетчатая заборная часть у нас идет. Вот так вот. Так, ладно, все, давайте сделаем наконец-то охранника. Я буду делать пока что все без перемотки. Как бы тебя здесь поставить? Давайте вот здесь. Так, Петрович охранник. И выбираем теперь текстуру. Так, вот здесь вот нужно нажать выбрать. И мы сейчас смотрим и что-то похожее на охрану или форму почтальона. Ну, что-нибудь. Кстати говоря, ребята, сюда можно добавлять свои текстурки. Да, если в папку с модом скинуть, туда, глубоко в мод, то можно добавить, в принципе, свои текстурки. То есть я, в принципе, могу себя добавить. Так, все, готово. И давайте в инвентарь ему положим, например, палку вот эту. Типа, якобы он с такой дубиной стоит. Хотя смотрится это не очень, но все же. Так, все. Петрович охранник у нас теперь все охраняет. У нас безопасно. У него здесь есть, смотрите, часы, столик с книжкой. Да, например, он записывает, кто зашел, кто ушел. Есть ключи, если что-то, да, когда закрывается, он берет, закрывает двери, ворота, например. Есть где переодеться, например, посидеть вот так, посмотреть, последить за людьми. Ой. И, соответственно, маленький столик для, например, чайку себе заварить. В общем, покидаем это замечательное место. Я сделал вот такую дверь. Она мне показалась более интересной. Знаете, бывают такие двери усиленные. Типа стекло, а там металлическая такая, не знаю, проволочка что ли. Вот, это типа такой двери. Ладно, здесь я все вам показал. Если мы отправимся сюда, ребята, мы здесь обнаружим экспериментально. У меня растут вот такие вот деревья. Я выключил, чтобы здесь падали семена с этих деревьев, да, чтобы мы могли спокойно их выращивать. То есть я хочу поставить какие-нибудь, например, не березы, но, может быть, дубы, я не знаю, да. Потому что они смотрятся очень реалистично. И пускай как бы такой маленький пустырь, здесь растут деревья. А везде сделал вот такой вот насыпь, ребята, чтобы забор был чуть приподнят. Я считаю, что это смотрится гораздо интереснее. Колючую проволоку, ребята, на забор не стал уже добавлять, потому что она будет очень сильно вдалеке исчезать, как вон тот забор. Вот, здесь сделано вот таким вот образом. Насыпь, соответственно, и тоже вот такая въездная часть. Ну, якобы здесь ворота тоже закрываются. К сожалению, реализовать, чтобы ворота реально здесь закрывались невозможно, потому что здесь будут мешать рельсы и так далее. Вот, здесь, соответственно, везде тоже делал насыпь. И ее, поверьте, пришлось, ну, очень много делать. И очень долго. Вообще, вот эта вся промзона, ребята, с электростанции, она занимает огромное просто место. На карте, конечно, это смотрится не очень большим образом, но, поверьте мне, это много. Смотрите, даже с куском дороги сделано, да, и огромная территория. Вот, вот такой здесь съезд идет. Пока что что-то железной дороги здесь нету. Я не знаю, куда она делась. Потом мы сделаем. Мы можем, кстати говоря, ребята, прямо сейчас сесть на дрезину и заехать в нашу промзону. Ага, все, я поставил на стрелочки, ребята. Мы можем теперь спокойненько на дрезине покататься и заехать в нашу промзону. Так. Давайте газку немножко прибавим. Мы, конечно, по накату здесь будем очень неплохо катиться. Вы просто посмотрите, ребята, огромная дрезина. Это мне нравится. Ай-яй-яй. А что я сломал? Я не понял. Стоять, 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 стоять. Там у нас мы сейчас в уборы врежемся. Нет. Не надо, не надо. Я так долго это строил. Нет, мы сейчас вылетим, походу, через забор прям. Твою налево, ребята. Вот это мне не нравится в этом моде. То, что можно проломать просто стенку. Так, ладно, забираем нашу дрезину. Давайте восстановим здесь специальный упор. То есть мы в него врезались и мы его проколотили. То есть я так думаю, если поезд будет достаточно большой и если вы не успеете затормозить, то вы просто пролетите и съедите с рельсов. Так, здесь вот такая вот структура тоже железнодорожная сделана для всевозможной стоянки поездов и разгрузки. Давайте, во-первых, посмотрим, что мы там сломали. Потому что это не очень хорошо будет, то, что мы здесь сломали. Дальше у нас после железной дороги идет, ребята, вот такой вот подземный проезд под железной дорогой. В промзоне иногда бывает такое, да, если какой-то завод или фабрика может заходить линия железной дороги и дорога просто под ней проходить, чтобы было удобнее. Здесь, ребята, к сожалению, нету карпентер-блока, да, чтобы сделать вот такой вот плавный-плавный съезд и пришлось делать вот таким образом. И сделал также всякие всевозможные полоски. Ну и освещение. Я еще хотел сделать для пешеходных, я еще хотел сделать для прохода людей, но подумал, что ладно. Типа якобы автобус людей там забирает, даже можно сделать остановочку. И будет это смотреться более реалистично. Так, если мы пробежимся вот сюда, да, мы попадаем на перекресток такой трехобразный. Здесь у нас завод. Здесь дорога заканчивается, потому что решил сюда уже не делать. Здесь у нас линии электропередач будут, которые я уже сколько серий подряд говорю. Здесь пока что у нас осталось без изменений, вроде как с последней серии. Стоят турбины, стоит освещение. Здесь у нас такой технический этаж небольшой, чтобы можно было наблюдать. И наружу у нас должен будет делаться пар. Вот здесь вот как раз таки, здесь будем ставить все эти штуки. Так, здесь у нас как раз таки располагаются разные рельсы, ребята. То, что я скидывал фоточку в группу ВКонтакте. Так, ну и давайте перейдем, ребята, в здание администрации. То есть администрации, бухгалтерии и так далее. То есть здесь все считается, делается вся работенка, которая не связана с работой на заводе напрямую. Так, если мы заходим, да, везде видим бордюрчики, дорожки и, соответственно, тоже ограждение. Все красивенько. Да, ребята, наконец-то я понял, что нужно сюда вставлять стекла. Спасибо. Вы очередной раз мне это напомнили. Вот так. Ну что ж, ребята, заходим. Здесь вот такие вот массивные двери, всевозможные бортики тоже для красоты сделаны. Крыша выглядит вот таким образом. И как только мы сюда попадаем, здесь, кстати говоря, нету лестницы на второй этаж, но выглядит вот таким образом. Да, здесь пока что пусто. Так, давайте откроем двери черного хода. И здесь у нас получается вот такое вот здание. В принципе, смотрится очень симпатично. И здесь, ребята, что самое интересное, эта территория находится внутри территории. То есть небольшое уютное отделение. Потому что если просто не ставить заборов, да, то будет очень скучновато и пустынно. Вот, а если мы делаем вот таким вот образом, то смотрится гораздо интереснее. Ну смотрите, разве так не круче, да, если было бы здесь еще какое-то маленькое здание с заборчиком. То есть как страна в стране получается. Так, давайте, ребята, возьмем немножко костной муки и сделаем немножко травки. Потому что я думаю, здесь так пустовато, да, здесь немножечко не помешало бы. Ну, цветочки, ладно, пускай будут. Вот так вот смотреться будет это гораздо поинтереснее. Ну и здесь тоже, наверное, можно сделать. Так, сейчас пробежимся, чуть-чуть травки понакидаем, да. Хотя здесь, в принципе, трава должна быть достаточно хорошая. Ну, то есть подстриженная, все ухоженная. Но немножко пускай будет здесь заросше. Не знаю, если не понравится, уберем. Здесь, ребята, располагаются вот такие небольшие парковочные места, маленькие. То есть для маленьких машинок здесь стоит вот такой вот грузовичок, ожидающий что-то подцепить или разгрузить. Далее здесь у нас, соответственно, тоже свой выезд есть со шлагбаумом. Потом, конечно же, здесь есть лавочки, мусорные бачки. Ну и, конечно же, мусорный контейнер и просто ящик для всяких нужных вещей. И самое интересное, ребята, это здесь бомбоубежище. То есть персональное, да, для людей. Раньше так обычно на заводах делали, да. Заводское убежище, например, под заводом, еще под администрацией, еще где-нибудь. Вот, как только мы попадаем сюда, мы спускаемся вниз и здесь вот такие вот, как оно, ржавые лестницы написано. Вот такие вот. Далее попадаем в маленький туннельчик. Здесь тоже будет закрыта дверь. Обратно закрываем. Здесь у нас часы. На потолочке вентилятор огромный, который все это вентилирует, скажем так, да. И видим вот такое вот помещение. Здесь тоже уютно все устроено. Я, на самом деле, очень мало показывал видео про это в прошлое, да. Так что в это видео вы все как раз таки увидите. Здесь у нас находится жилая зона. Двухъярусные кровати, тумбочки. Почитать есть что. В общем, вот таким вот образом все устроено. Даже есть лампочка. Ну и, соответственно, тоже керметичная дверь, которую можно закрыть. Либо оставить открытой. Так, откроем. Так, если мы пройдем прямо, это такое простое бомбоубежище. Если мы пройдем прямо, здесь мы увидим туалеты. Писсуары, соответственно, и просто туалеты. Все открыто оставил, потому что, ну, чтобы не смотрелось, как будто там ничего нет. Так, и если мы посмотрим сюда, то здесь мы уже увидим небольшой склад еды, да. Ну, якобы она не портится и т.д. и т.п. Потому что здесь я уже не делал такого отдельного складика, да, хранилища. И решил положить прямо это в коридоре. Якобы здесь достаточно большое помещение, да. Здесь вот стоит столик, например, для перекусить. И ящики с припасами, например. Все-таки это бомбоубежище такое маленькое. Оно не рассчитано на долгое время, да. Ну, соответственно, еды здесь практически тоже мало. Так, далее проходит у нас вот такой вот большой длинный туннель. Тоже герметичная, соответственно, дверь. Так, открываем дверку. Так, и мы попадаем вот в такое вот помещение. Это, ребята, уже вентиляция. Вентиляция, через которую можно выбраться. То есть, по умолчанию она просто закрыта, вот так вот. Например, да, или в хорошую погоду открыта, наоборот. В общем, здесь специальное ограждение, чтобы не упасть. Давайте поднимаемся. Оказываемся вот в такой вот вентиляционной системе, скажем так. Ребята, можно походить здесь, посмотреть, что почем. И, соответственно, нажимаем на кнопочку и выходим. И на улице, ребята, вот такая вот вентиляция располагается. То есть, со стороны даже не поймешь, что это такое, да. Вроде какой-то маленький домик. Что там может быть интересного. Так, давайте тоже здесь растительности сделаем немножечко. Просто пустоватость, конечно, она реально не смотрится. А вот когда есть растительность, да, смотрится гораздо все интереснее. Ну, можно, конечно, тут поразнообразить. Ну, якобы пустырь, как всегда. Вот здесь, ребята, тоже решил сделать заборчик, чтобы смотрелось покрасивее. То есть, если мы, например, чтобы не ходили по краю, да. Вот здесь вот такая секретная тропка есть, по которой можно пройти как раз. И попасть в бомбоубежище. В общем, вот такая промзона у меня получилась. Сейчас я бы, знаете, что хотел сделать? Вообще, чем я занимался, да, вне серии? Как только запустил Майнкрафт, я хотел посадить вот такие вот деревья какие-нибудь, да. Выбрать, какие будут покрасивее. И рассадить его по территории. Ну, то есть, чтобы пустовато тоже не смотрелось, рассадить по всей территории. Но, думаю, мы будем этим заниматься уже чуть позже. Ладно, ребята, обзорная вот такая серия. Немножечко сделали полезных дел. Я вам все показал. В следующей серии, я думаю, мы уже будем достраивать, наконец-таки, наш завод. В общем, вот такая серия, ребята. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в новых сериях. Я вас всех люблю. Пока-пока.